здравствуйте дорогие друзья и так мешкан мешкан шаба все время они пересекаются в нашей недельной главе всевышний заповедует строить шесть дней в неделю и потом упоминает субботу маше говорит сначала суббота потом передает указание о скине что важнее есть какие-то вещи в нашей жизни обыденные святость и что на первом месте например человек заработал 1000 долларов бывает дай бог значит и он должен теперь отдать 100 долларов на дзаку да как это сделать что на первом месте например он потратить 900 оставшиеся 100 отдаст или сразу надо отделить каждый согласится что первонаперво надо пожертвовать на благотворительность по одной простой причине потому что никто не знает какое будет твое финансовое состояние после использования 900 и вообще никто ничего не знает что с тобой будет через какое-то время то есть обязан 10 процентов отдай и так надо поступать при исполнении любой заповеди но всевышний у него другое всевышний имеет контроль над будущим он может позволить себе начать шести рабочих дней закончить отдыхом субботу духовностью закончить то есть человек из плоти и крови у нас такой возможности нет мы не можем откладывать исполнение на завтра и тут урок да еще поэтому нам и говорится что наш урок лучше все с утра слушать первым начинать с какой-то с духовности потому что любавический рыбы так говорил люди говорят я выделю какое-то время правильно но начинать надо вот именно с этого обратите внимание в шаббат мы прекращаем созидательную деятельность мы больше не не соревнуемся с миром низким и не зажигаем огонь как называется как и пример малахи вот этой работы кстати она больше нигде не упоминается только по отношению к шаббата и мы как бы в шаббат не создается взрывоопасная энергия мы находимся в гармонии с миром в этот день у нас есть преимущества большие какое-то преимущество мы можем сосредоточиться на духовных целях помолиться поговорить с богом изучить тору праздничная трапеза общение с семьей с друзьями поэтому наша глава называется ваякель это един сообщество соберитесь говорит эта недельная глава хотя бы раз в неделю уже как говорится соберитесь тот тор вообще соединяет очень тесно строительство мешкана с шаббатом и с двумя митцами храните помню шаббат потому что и мешкан и шаббат это что они неотделимы они оба что они выходят за пределы любых бытовых измерений в наши кто знает историю за 2000 лет изгнаний шаббат вообще оставался единственной святыней местом покоя какое-то восстановление утраченной стабильности в мире только шаббат это может принести связь говорили каббалисты что связь между шаббатом и храмом намного глубже чем можно себе представить каббалисты объясняли такую связь следующим образом так как бокс отворил мир за шесть дней да и потом покоился на седьмой день то в стремлении подражать творцу мы как бы освобождаемся от работы в шаббат вы хотите знать что бог покоился в седьмой день сначала представьте себе что он делал первые шесть ключ к пониманию мешкана в том что мешкан это микромир вселенной поймите нам не просто так каждую неделю рассказывается балочку балочки это мир это это вот это вселенная и это человек это устройство тебя самого человека запрещенная работа в лоха в шаббат отличается от светского понимания работа да шаббат мы не избегаем можно коробки тягать там книги перекладывать шкаф можно на третий этаж там непонятно зачем это делать шаббат но можно да это никакого не является вообще работой никакой да мы воздерживаемся только от созидательной работы например еще раз говорю разжечь огонь это созидательная работа двигая коробки нет но мы сейчас не об этом история строительства мешкана что здесь очень важно понятно все время по ней люди хотят разобраться что важнее строить жилище для всевышнего или соблюдать субботу вот где тут стояла первыми тоже наша недельная глава об этом маше учит нашей недельной главе что суббота стоит на первом месте надо начинать свой день с молитвы которая кстати является написано частью субботы мира святости духовности то есть мы когда-то мальчик молится будет неделен как кусочек шаббат притягивает к себе но самое главное не это когда мы делаем то что сказал всевышний он говорит сначала делай вот это то есть притягиваем ставим нужды всевышнего на первое место по отношению к нашим нуждам то мера за меру творец поставить наши потребности на первое место и обязательно воздаст нам по заслугам поэтому есть смысл работать с творцом он единственно никто не подводит как-то лучший партнер браховая от слаха ну ну